То, чего нет, ни у кого больше. Это наше уникальное создание здесь. Свежий зелёный чайный лист – новый урожай. На мацестинских плантациях его собирают и вручную, и с использованием специального оборудования. На мацесте под чайной плантацией занято более 130 гектаров земли. Урожай снова будет богатый, говорят на предприятии. Весь секрет в удобрениях, точнее, в их отсутствии. Мацестинский чай-совхоз несколько лет назад получил соответствующий сертификат качества. Пять лет мы уже не применяем удобрений на сегодняшний день, за исключением органических удобрений. Это коровий помёд и птичий помёд, которые мы применяем активно в нашем земледелии. Сегодня мацеста-чай входит в десятку предприятий в мире, которые не применяют искусственных удобрений, только органика. И высокие технологии переработки чайного листа. А ещё в горячий сезон сбора чая предприятие даёт около 500 дополнительных рабочих мест. Здесь трудятся сочинцы из пяти близлежащих сёл. Здесь ежегодно проходят практику студенты со всей страны. Всего в Сочи шесть предприятий, которые занимаются выращиванием чая. И со всех плантаций в общем получается достаточно неплохой урожай. Для сравнения, в 2013 году собрали 260 тонн чайного листа, в 2014 году уже в два раза больше. В 2015 году планируют выйти на показатели как минимум прошлого года и собрать 360 тонн такой продукции. В Сочи единственное место в России, где выращивают чай. Отсюда и внимание местных властей к отрасли, особенно в нынешних условиях импортозамещения. Но не все чайные хозяйства эффективно используют земли. В числе отстающих адлерский совхоз и шапсубский чай. По крайней мере вся земля, которая находится в аренде, за это платится городу деньги без всяких нарушений. Вопрос использования мы будем до конца изучать. Возможно, будут предпринимать какие-либо меры для того, чтобы эти земли вовлекались в сельхозоборот и не простаивали. В настоящее время это недопустимо, конечно. Предпринимателям дали время на восстановление сельхозугодий. Правда, времени остается совсем мало. Впереди курортный сезон. А это значит, что туристы уже по традиции поедут в Сочи в том числе и пробовать, и покупать местный чай. Агротуризм на курорте набирает обороты. А уже через год в Сочи планируют провести международный фестиваль чая. Ведь самый северный чай знают уже во многих странах и ценят самые известные чайные державы. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ